Катюшка приехала. Иди, показывай, показывай платья свои. Ну, понятно, что не то, что внутри содержимое, а просто свои упаковочки. Вот. Первое, второе, два платья. Класс. Жду, не дождусь, чтобы посмотреть. Я просто говорил в предыдущем блоге, что это моя позиция. Да, типа, не рассказывать, не показывать, ничего не смотреть, не слушать. Какой длины там. Чё? Это вне камеры. Это вне камеры, женщины. Ну, ладно, ладно, давай. Ну, верится, что осталось два дня всего, и мы с тобой будем мужем и женой. Да, а потом свадьба. Вообще не верится. Не верится? Почему? Всё верится. Я говорю, что всё в другом статусе. Годы замужней женщины. В 20 лет. Да? Молодая жена. Да? Давай, вырубай свет и пойдём кататься. Я хотел, знаешь, что тебе ещё сказать, дорогая моя? То, что ты постоянно, когда я даю тебе камеру, ты вот по микрофону вот так вот шушишь. Реально, АСМР какой-то создаёшь. И трактор ездит к нам. У него в прицепе кто-то песенку поёт. А ну, малыш, давай, попробуй угадай. Так мне, я буду лыфаться. Постараешься, ладно, снимать? Оператор мой любимый. Ну, чтобы не шушать микрофон. А, я очень постараюсь. Я на монтажке слушаю, думаю, Катюха. А ещё я постараюсь... Прикинь, закрыла, немного открыть. А ещё я постараюсь снимать не вот так вот. Я очень часто вот так вот снимаю. Андрей! Ну, надо поспокойнее. Стараюсь. И мусору надо выбросить. Не могу. Ну, давай, я тебе помогу что-то. Давай, давай. Держи просто крепко. Спасибо. И всё, сразу всё открылось. Три руки крема на масло. Я знаю, что ты голодная. Я тоже голодный. Ты же про еду? Не только. Не только? Тебе грех жаловаться. У тебя всё хорошо в этом плане. Про еду, конечно. Так, ладно, водичку я уже попила. Чуть-чуть, погасни его даже. Чуть-чуть. Нет? Нет! Мотор, что это такое? Это труселиамбы. А почему оно здесь валяется? Ну, я не знаю, я так мыться пошёл. Молодец, а ты куда мыться-то пошёл? Ну, я просто вышел голенький и сразу сюда всё скинул и пошёл. А почему моя маска для волос на полу стали? А, конечно, а как? Ты там всё застарила, блин? Вот здесь просто... И расчёстка на полу. Конечно. Я вчера собирать буду. Девчонки будут спрашивать, что за хрень и почему у меня расчёска стоит именно здесь. Обычная расчёска, которую расчёсываюсь, она вот она. А та расчёска, я прочесываю волосы в маске. Это за манья. Второй. И мы тут всякие вещи храним. Доски, угли, кубик. А мы идём, мусор выбрасывать. А мы ленивый жоп. О, нет, коробка влезает. Нет. Почти. Ну, надо немножко примять. Чуть-чуть. Вот тут прям. Только пальцы не задирай. Да, я всё время этого боюсь. О, классно. Пакеты влезут? Это точно двой влезет. Коробочка. Я сейчас, ну, немножко развлекаю. Давай. Разбербан. Ну, это всё можно не записывать. Я ж просто подсобку хотел показать. Вот тут санимаю. Вот людям интересно. Ежов выкидывает мусор. Если вдруг интересно, почему мы вот сюда стали выкидывать мусор. Потому что у нас машина рядом с домом и неохота идти до помойки. Так, известно. Сейчас руки протру. Мне вот это всё, что там внутри не нравится. Санимаю. Ну, вот. Устал, Андрюшен. Устал, да. А сегодня вообще что-то с утра встал. Созвонок много было. Презентации эти квартальные. Так, будет красиво. Ребятки, ну я ведь вас не обманывал. То, что очень люблю бутерброд с курицей и с сельджио-пиццей. Вот снова показываю. Он же. А у котехи по классике. Поки или паке. Тому как больше нравится. Да. Ну и капучино с рафом. Сейчас покушаем. Прокатимся. Сегодня сериалы не будем смотреть. Я чуту старше. Сейчас вам покажу ещё покупки из пятёрочки. Столько говна набрал вообще. Вы удивитесь. Лейстакс. Вот такие мы ели в Таиланде. Только жёлтые. Ориджину. Со сметаной и луком. По скидке было. Не знаю, справа сколько. Держись, женщина. Лейст реплёный. Сухарики, три корочки. Четыре упаковки с тёмгой. Вот такие взял. Две. Земечки от Мартин. При упаковке. Из печи. Нежный сыр с зеленью. Тебе с лисичками взял. Твои любимые. Молочко. Чудо. Ты любишь. Угу. Ещё раз тебе взял. Чудо-йогурт. Ну вот. Кубника земляненько. Стандарт. Это тоже тебе. Четыре. Да. И. Тоже по скидке взял что ли от неё. Мишка. Слава. И только это я их уберу в холодильник. Мне нравится. Когда они холодненькие. Взял ещё брусничные для мяса. А горчицы ты не взял? Взял? Вот так вот. Этот видос я уже записываю на следующий день. Сегодня 27 число. На улице неплохая погода. Нет дождя. 23 градуса. Но завтра в наш день Х, когда мы расписываемся, всё очень и очень удручает. Потому что ливень показывает 4 капельки из 4. Температура выше 22 не поднимется. И нас это расстраивает. В течение недели она постоянно прыгала. Было то 29 градусов. Катюха тут уже потихоньку собирает. Вот эти все вещи нам нужно будет взять с собой. Что тут Катюнчик у меня делает? Что-то смотрит. Что-то смотрит. Ну давай рассказывай, дружочек, пирожочек. Что ты чувствуешь? Ой. Че я чувствую? Не знаю, че я чувствую. Волнуешься? Я с самого утра такая. Мандраже? Мандраже. Сейчас прибирается, чтобы мы уже, будучи в новом статусе, вошли в квартиру, да? В чистенькую. Да? Да. Бутерброд-то будешь доедать, нет? Нет, я тебе оставила. Давай сделала. Таких еще кучу яиц. Ну, наверное, просто переволновалась, не подумала, да? Ну, расскажи чуть побольше, че ты. Я тебе салатик оставил. Салатик, я все-таки ел. У меня сейчас все пипец, я выгляжу так плохо, я еще волосы не расчесала, просто помыла. Ну, ничего страшного. Не, хорошо ты выглядишь. Ну, конечно. Сильно. Ну? Ну, что ты от меня хочешь, я не знаю. Я, у нас этот бардак сейчас, и мне неуютно. Я хочу, чтобы ты рассказал, что ты чувствуешь. Ну, я говорю, я с самого утра, я уже видосы в 10 посмотрела от психологов, как успокоиться в день спать. Реально. Потому что у меня заранее уже вот такой тремор начинается, и я не хочу, я хочу кайфовать. Ты видела погоду? Я сейчас на Янах залез. Четыре капельки из четырех, 22 градуса, огонь. Просто, если у нас будет на улице. Я не знаю. Ческа, макияж. Вообще даже не думали о том, что 28 числа, да, будет такая фигня. Видел? Видел? Я все повесила. Это с собой, да, берем. Почему-то моргает свет. Именно вот эта лампочка. Всегда здесь моргает. А вот этот вроде норм. Да? Вот этот отлично. Ну? А еще я не знаю, с какой мне сумочкой будет мне добыстроваться. Я думала, вот эту лампочку, но я сейчас сравнила с платьем. Буду без сумки, все тебе положу. А я с рюкзаком буду. Не могу, я переживаю очень сильно. Ну, короче, вы видите, от Катюхи интервью не добьешься, потому что она волнуется. Да, волнуюсь. Хотя это, блин, только завтра. Это даже не свадьба, это, ну, роспись, как бы, там ничего. А в день свадьбы что с тобой будет? Я говорю, я на свадьбе подруги даже, я пришла, помнишь, я такая была вся. Говорю, ребят, чем мне делать? Меня трясет. Я очень такой переживательный человечек, волнительный. Ничего, мы справимся. Угу, будешь поддерживать? Буду. Сейчас. Покой не дает. Там просто такое, видимо, от пальца. Пока Катюша нервничает, я свою версию скажу. Всего происходящего. Я не нервничаю, может быть, буду завтра, пока не знаю. Может быть, из-за того, что я часик поспал и еще не одуплился. Все хорошо. Но я рад, что нашел такого компаньона, как ты. Потому что многие пишут, что ты меркантильная, но они же не знают, какая ты за кадром. Добрая, милая, готовить умеет, поддерживает меня, развивается сама. Очень любознательная. Вредная, конечно, но не без этого. Как и ты? Я согласен. Ну и в целом, мы приматы, мы не можем жить в одиночестве. Я вообще желаю каждому найти свою половинку, с которой он будет по кайфу. Она ведь по кайфу. Вот сколько мы с тобой? 7 июля 22 года познакомились. Завтра 28 число. И уже женимся. Сколько? Полтора года, да, прошло. Сколько у нас поездок было. Всяких договоренностей друг с другом. Ну ничего, преодолели, прошли. Надеюсь, все будет кайфово. Завтра зарегаем в брак. Сюда ты вернешься уже с женой. Может, на какие-то вещи иначе будешь смотреть. Потому что, ну, мы говорили об этом честно и открыто, что у тебя есть вот этот фактор иногда, когда ты кипеть начинаешь из-за мелочей. Может быть, ты поспокойнее станешь. А если нет, я тебе по жопе буду давать. Вот, так что я рад. Хочешь сама что-то добавить? Не знаю. Ну ладно, сиди трясись. Я буду выкладывать этот влог. Завтра мы попробуем снять что-то из регистрации. Может быть, на фоне такого легкого мандража я могу забыть, но постараюсь. Ну ты точно берешь с собой камеру. Да, я беру камеру и буду пробовать снимать. Правда, не знаю, куда ее деть. Буду постоянно отдавать кому-нибудь из гостей. Я, наверное, треножку с собой возьму. Я уже взяла там, подметала. Палку снимала какую-то. Все, мы сейчас будем собираться. А вы пишите комментарии, поддерживайте лайками. И следующий влог уже будет в новом статусе. Я буду жених, ты невеста. Ты же будешь муж. А, ну, я просто еще, видишь, вот этот период, то, что есть регистрация, свадьба. Там-то я все равно жених буду. Да. Немножко не перестраивайся. Спасибо.